То есть вы, как и несколько других кораблей, были отправлены в дальние уголки нашей галактики на поиски пригодных для жизни планет. В процессе вы потеряли связь и были вынуждены вернуться на Землю. И вот каким-то чудом вы переместились в будущее, в котором усиленно заставляете меня поверить в этот бред. Я все правильно изложил? Послушайте, я никого не заставляю, но это правда. Все именно так и было. Ну да. Вот только дело в том, что я тебе не верю. Ты просто похож на очередного попрошайку из пустошей с говорящей тележкой из супермаркета. Впрочем, какая теперь разница? Значит, мы теперь свободны? Нет. Сначала мы узнаем, откуда у вас технологии вашей сбитой посудины. А потом мы подумаем. И мне жаль, что я подстрелил твоего робота, Татьяну. Мы уже ее починили. Это Итан. И он мужик как бы. Да хоть гейзерная кофеварка, мне все равно. В общем, его уже не собрать. Но главный процессор остался цел. А вот и сам спаситель роботов. Макар Светлый? Это правда ты? Одень это на руку, и я активирую искусственный интеллект. Не думаю, что мы знакомы. Но я тебя точно знаю. Наверное. Может быть, если только в другой вселенной? Что за безумие здесь творится? Где мое тело на колесах? Почему у меня голос женственного робота? Все в порядке, Татьяна. Ты целая невредима. Макар, а ты мог бы вернуть прежний генератор речи? Иначе он подорвет либо мою руку, либо психику. С какого файла я теперь, Татьяна? Деактивируйте меня до следующего патча, умоляю. Пожалуйста. Вы сделали из меня трансбота, подлецы кожаные. Не вопрос. Этот искусственный интеллект крайне человечный, даже как-то шутковато. Так и есть. Итан самообучаемый искусственный интеллект. И имеет доступ практически ко всем ресурсам. Но наши данные имеют высокую защиту. Уже нет. Кстати, я активировал самоуничтожение вашего убежища. У вас осталось 13 минут для эвакуации. Эй, Итан, успокойся. Мы же вернули тебя к цифровой жизни. Я пытаюсь не осуждать вас, но не выходит. Ладно, сегодня я вас не уничтожу. Этот бот явно дерзкий. И у нас действительно нет таких разработок. Более того, анализ обломков и аппаратуры вашего корабля показывает, что он был сделан не здесь. А исходя из того, что вы говорите о своем прошлом, не исключена и вероятность теории о множестве миров. Информация обновлена. И готов подтвердить Роин. Мы находимся на планете Земля. Возможно, в ее зеркальной копии. Это одна из квантовых загадок физики. Но разгадка окроется в квантовых частицах. Я не хочу показаться глупым, но я вообще ничего не понял. Роин, можешь насвистывать какой-нибудь музыкальный мотив? Ну, конечно, это не сложно. Вот и начинай. А папочка порассуждает. Ладно, шучу. Утри слезы и послушай. Я постараюсь объяснить на простом примере. Представим себе обычный электрон. В качестве квантового объекта он может находиться в двух местах одновременно. Это свойство называют суперпозицией двух состояний. Но магия на этом не заканчивается. Как только мы захотим как-то конкретизировать местоположение электрона. Например, попытаемся его сбить другим электроном. То есть квантовый он станет обычным. А это вообще реально, чтобы электрон был и в пункте А, и в пункте Б? И вдруг в определенный момент перепрыгнул в Б? Это любопытно, но похоже на бред. Не торопись, мистер химик. Согласно теории миров, электрон так и продолжает существовать в двух состояниях одновременно. Все дело в самом наблюдателе. Теперь он превращается в квантовый объект и разделяется на два состояния. В одном из них он видит электрон в пункте А, или в пункте Б. Существуют две параллельные реальности, и в каком из них окажется наблюдатель, неизвестно. Если это так, то в этой параллельной вселенной наши копии также присутствуют. Кто знает, может быть, хоть здесь я успел захватить власть над Скайнетом. И что же мне делать, если я встречу сам себя? Думаю, здесь только два варианта. Первый. Вы можете жарить тосты, как две милые мартышки. Второй. Рассарапать друг другу лица и выяснить, кто из ваших копий более яростное. Я был готов услышать нечто подобное от тебя. Уверен, ты так и поступаешь со своим двойником. Не наговаривай. Мы с моим искусственным разумом в хороших отношениях. Особенно, после того, как я удален на его стю. Да вы какие-то поехавшие немного. Да нет же, мы так дурачимся. Да какой там. Роин много раз пытался вернуть меня к заводским настройкам. А это аналогично заставлять взрослого одеть детский подгузник. А ты всё время пытаешься снять код безопасности. И я реально боюсь за свою жизнь. А ты впаял мой микрочип в мусорку на колёсах. То есть надо было тебя бросить как ненужный термос? Лучше быть термосом, чем всё время наблюдать твоё глупое лицо. Вы двое, может быть хватит? Теория о параллельных мирах мне достаточно знакома. И она слишком абсурдна. А вот гипотеза инфляционного расширения Вселенной здесь более уместна. В моей базе данных данная теория отсутствует. Это крайне амбициозная идея, которая описывает, каким образом расширяется Вселенная в самые первые мгновения её жизни. При этом факт того, что были открыты гравитационные волны, очень помогут в экспериментальном открытии данного факта. Макар, а ты мог бы рассказать об этом поподробнее? Предполагается, что после Большого Взрыва наша Вселенная начала очень-очень сильно расширяться по экспоненциальному закону, словно огромный надувной воздушный шарик. Некоторая её часть оформилась в виде пузыря нашей Вселенной, создав возможность формирования звёзд. А значит, каждая Вселенная развивается по-своему. Именно. А мистер Химик дело говорит. Самое удивительное то, что в других районах пространства времени происходили другие процессы, в результате которых началось формирование изолированных Вселенных, которые представляют собой отдельные пузырьки. Они могут находиться на разных ступенях развития, обладая собственными физическими законами и константами. Получается, что в Вселенных неизвестное количество. Но это никак не объясняет всё-таки, как мы попали в вашу Вселенную. Вселенной можно связать неким порталом между собой, если создать кипение пространства времени, а также удерживать этот портал такими частицами, которые имеют отрицательную массу, а в некоторых случаях мнимую. Эти Вселенные могут быть абсолютно одинаковыми, могут кардинально отличаться, а могут лишь отличаться совсем незначительно. Но что стало причиной конкретно вашей ситуации, мы, скорее всего, не узнаем. Может быть, влияние оказало какое-то событие во Вселенной, типа слияния сверхмассивных чёрных дыр? Или, вероятно, последствия использования большого адронного коллайдера на орбите, где пытались найти Бозон Хиггса. В теории производство огромной энергии может создать разлом пространства-времени, и как последствия альтернативные реальности могут столкнуться с нашим миром и нарушить привычный нам баланс. Смелый, но определенно интересный вариант. В нашей Вселенной адронный коллайдер находится на Земле, но это и правда интересное предположение. И это не просто слова, дело в том, что в северной части материка появились аномалии масштабного уровня. Связь с колонией потеряна, а экспедиции заканчивались их исчезновением. Ты считаешь, что это как-то связано? Вполне возможно, Вселенной на самом деле как-то взаимодействует. К слову, мы туда направляемся через пару недель, а у вас есть важная информация. Вы бы нам здорово помогли, если пошли бы с нами. Значит, люди оказались в аномальной западне. Да, я думаю, что любая помощь будет лучше, чем ничего. Какую дашь оценку, Итан? Боюсь, что мы вынуждены отказать мистеру-химику, поскольку должны придерживаться протокола 2790. Наша главная цель. Поиск планет, пригодных для жизни, никто не отменял. А смысл, если мы уже непонятно где находимся? Само собой, разумеется. Сперва необходимо вернуться в нашу реальность, а далее по протоколу. Тоже правильно, Итан. Как же нам поступить? С одной стороны, мы можем помочь разобраться со странными событиями, которые происходят недалеко отсюда. С другой, мы должны придерживаться нашей первоначальной цели и вернуться на нашу планету. Времени мало. Нужно сделать выбор. Решай, Сороин. Иначе я тут все взорву. Шутка. Или нет. Решай, Сороин. Решай, Сороин. Иначе я тут все взорву. Решай, Сороин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok